А что если Карим Бензема проведет свою карьеру иным образом? Именно этот вариант набрал большее количество голосов, чуть-чуть обогнав Антуана Гризмана. Ну и вроде как следующий претендент уже тоже появился. Ссылка на телеграм будет в закрепе. Осторожно, в этом видео говорят Бензема, а не Бензема. Карим Бензема впервые появился в игре FIFA 2006 в 17-летнем возрасте с рейтингом всего 60. Хотелось бы провести 18 сезонов, но, увы, нам доступно лишь 15. И за 15 лет француз забил 315 мячей и отдал 161 голевую передачу. На его счету 21 трофей без учета клубного чемпионата мира. Ну и немного правил. Колесо фортуны после каждого сезона будет определять его клуб. После окончания сезона в этот раз будет возможность остаться с шансом 50%. Ну и соответственно клубы будут меняться в зависимости от рейтинга и статистики игрока. И у нас появилось небольшое изменение. Теперь в начале сезона в каждом клубе будет заменяться самая слабая позиция. Новым в команде станет игрок, у которого национальность такая же, какая и у клуба. Например, условно за Барселону будут испанцы, за Баварию немцы и так далее. Какой же клуб станет первым для Карима, сейчас мы это узнаем. И это все-таки Франция, Бастия. Леону он не пригодился. Продали его за 2 миллиона евро, неплохо. Юный 17-летний бородач отправляется во второй дивизион Франции. А вот у героя нашего выпуска. Да, конечно, внешность и возраст немного не совпадают. Такой состав у Бастия он выглядит не лучшим образом, но и Бензема, скорее всего, проведет очень мало игр. Вряд ли ему дадут возможность проявить себя. Перейдем сразу к итогам. 11-я строчка. Ну, в целом неплохо. Середнячок Лиги 2. Из Кубка Франции вылетели сразу же в первом раунде. Что касается статистики, Кариму дали сыграть аж 8 игр, в которых он смог отличиться пару раз, а это достаточно хорошо. Рейтинг его возрос до 65. После первого сезона у него все по нулям, кроме забитых мячей. Там 2. Посмотрим, останется ли он во Франции, или пойдет искать удачу в другом клубе, где ему дадут заиграть. И он отправляется в английскую лигу. Это Рексем, валийский клуб. Я на самом деле очень хотел, чтобы он поиграл за эту команду. А эта команда сразу же в первом сезоне вышла с первого места в Лигу 1. Результат великолепный, если учесть, что в прошлом году они играли в национальной лиге. Итак, Бастия решила, что Бензема им не нужен. Он сыграл ведь всего 8 игр, и они продали его за 2 миллиона 350. Рейтинг, конечно, слабоват, но все еще впереди всего 18 лет. Вот здесь уже в основной состав Карим Бензема проходит без каких-либо проблем. И Пол Малинса ставит ему компанию на острие. Самое слабое звено здесь голкипер, у него всего рейтинг 61. Поэтому мы на его место взяли Элиса. Это Валиец, и у него рейтинг 69. И таким составом Рексем отправляется в новый сезон. Всего 15-я строчка, но хотя бы вне зоны вылета. В принципе, неплохой результат, чтобы закрепиться. В Кубке Англии во втором раунде от Бристоля вылетели со счетом 4-3. Неплохая получилась борьба. В Карабау Кап тоже второй раунд, но здесь Уэстхэм. Это слишком сильный соперник для Рексема. Что у нас по статистике? Да, Карим Бензема провел много игр. Аж 37 и забил всего 9. Плюс одну голевую передачу отдал. Пол Малин в этом сезоне показал хороший результат. Свои-то 30. Он даже занял пятую строчку среди бомбардиров всего чемпионата. Очень неплохо, если учесть, что твоя команда заняла 15-е место. После двух сезонов на счету Карима 11 забитых мячей и одна голевая. Ну и нам нужно отправляться смотреть следующую команду. И Карим Бензема остается в этом клубе еще как минимум на один сезон. В этот раз мы поменяем позицию правого защитника, которая выглядит самым слабым местом. На эту позицию был приобретен Валидс Митч Кларк. Рейтинг 67. Ну а Карим Бензема потихоньку набирает силу. На данный момент он лучший игрок в команде. Смотрим результаты. Рексом в этот раз со второго сезона уже входит в пятерку лиги. Напрямую он, конечно, не выходит в чемпионшип. Но сейчас посмотрим, как будут обстоять дела в плей-офф. Полуфинал. Какая была битва. Общий счет 5-5. И по пенальти 6-5. Рексом все-таки проходит дальше. Где встретиться с Шеффилдом? И он все-таки вышел в чемпионшип. 1-0 победа за Рексомом. Заработали 3 повышения за 4 сезона. Очень солидно. В этот раз в Кубке Англии вылетели в третьем раунде от Лутона. А в Карабао Кап во втором от Блэкпула. Не очень им дается игра в кубках. Что у нас по статистике. Все тот же Пол Малин. Лучший бомбардир команды. Ну и Карим Бензема в этом плане немного прибавил. В этот раз у него уже 18 забитых мячей. И 3 голевых передачи. Малин опять на пятой строчке среди бомбардиров. Бензема восьмой. После трех сезонов уже 29 забитых мячей плюс 4 голевых. Отправляемся дальше. Здесь и есть интересные варианты. Продолжит ли он в чемпионшипе или найдет себе другую команду. Не повезло Рексему. Карим Бензема уходит из их состава и присоединяется к Монпелье. Возвращается обратно во Францию и испытает свою удачу. А Монпелье там в этом сезоне закончили на седьмой строчке. После того, как он играл за Басти, уже прошло много времени. И он сильно поднабрал в рейтинге, а значит и в цене. Ведь им пришлось вывалить за него аж 46 миллионов евро. А я напоминаю, что Рексем его купил за 2 с копейкой. Вот это прибыль. Что у нас по составу? Тут нам нужно взять левого защитника. Новенький француз за 15 миллионов. Присоединяется к команде с рейтингом 79. А Бензема с рейтингом 78. Теперь главная атакующая единица. Статистика неплохо растет. И посмотрим, к чему это все привело. Монпелье закончил в этот раз на восьмом месте. Ничего толком не изменилось. Кубки Франции вылетели в 1-8 финала от Тулузы со счетом 1-2. Ну а по статистике, ой, как все печально. У Карима Бензема 19 плюс 6. А зато остальные вообще почти не забивали. И голевые не то, чтобы сильно раздавали. Кариму пришлось тянуть на своем горбу всю команду. Он даже занял третью строчку среди бомбардиров Лиги 1. Но Мбаппе в 34 матчах забил 36 мячей. Вот это да, вот это сезон. 4 сезона позади, забито 48 мячей и 10 голевых. Отправляемся на поиски следующего контракта. И он остается в этом клубе. Второй сезон за Монпелье. В этот раз мы поменяем левого полузащитника, у которого рейтинг 75. Возьмем на его замену из Монако Максимина. Он уже достаточно возрастной и рейтинг у него 82. Но он будет еще немного падать в течение сезона. В отличие от Бензема, у которого он только растет. Обладателем золотого мяча, естественно, стал Киллиан. Но у него был выдающийся сезон. Ну а Монпелье, Монпелье занимает девятую строчку. Сезон провели даже похуже предыдущего. Что с этой командой не так, я не понимаю. Они упорно не хотят побеждать. Зато Кубок Франции выиграли. Обыграли в финале по пенальти пассажей. Я вообще эту команду не понимаю. По статистике Карим забил 21 мяч, отдал 6 голевых в 39 играх. Получше, чем в предыдущем сезоне. Ну и в целом фланги немного прибавили по статистике. Среди бомбардиров вторая строчка за ним. Всего на 2 отстал от Мартинелли из ПСЖ. Ну и нам предстоит еще посмотреть на Евро. Франция заняла первую строчку в группе Д без единого поражения. В четверть финале, ух, было очень тяжело против Венгрии. 3-2. Зато в полуфинале вообще никакого сопротивления в принципе не встретили от португальцев. 3-0. И предстоит финал против Испании. Сейчас мы на него глянем. Состав у испанцев достаточно ровненький. Но у французов, я думаю, посильнее позиции. Ох, какая получилась игра напряженная. 8-7 по пенальти. Еле-еле, но французы забирают чемпионство на Евро. И единственный пенальти у французов не забил. Именно Карим Бензема чуть не похоронил всю команду. Но тем не менее, все хорошо закончилось. Первый международный титул. 5 сезонов позади. 69 забитых мячей, 16 голевых и первый трофей. С рейтингом 89 уже пул команд сильно поменялся. У него есть возможность остаться в слабеньком Монпелье или пойти дальше. Выпал ему последний вариант. Это Ювентус. Сумма трансфера 370 миллионов евро. Монпелье его купили за 46. А вот и состав Ювентуса. Здесь не хватает позиции правого защитника. Чем мы сейчас и займемся. Заберем итальянца из Тоттенхэма, это Лонго. Рейтинг у него 83. Ну и отправляемся смотреть результаты сезона. Среди претендентов на золотой мяч аж 3 игрока из Манчестер Сити, помимо Киллиана Мбаппе. И Эрлинг Холланд забирает себе эту награду. Но нас больше интересует чемпионат Италии, где Ювентус занимает четвертую строчку. Тут конечно могли немного и побороться, но Милан выдал хороший сезон. Что у нас в кубке от Аталанты вылетели в четвертьфинале неприятно. Ну и Лига Чемпионов Ювентус ее закончил на первом месте в группе, где был пассажир. Порту вылетели. В 1-8 финала обыграли Атлетико, общий счет 5-3. В четвертьфинале чемпион Италии Милан проиграл Ювентусу 3-2. И в полуфинале не смогли красную машину одолеть. Мюнхенская Бавария одерживает вверх 4-2. И мюнхенцы не оставили ни единого шанса. Счет 2-0. Обратимся к статистике. У Карима Бензема 33 забитых мяча и 3 голевых. Он лучший в команде. Родриго на втором месте тоже неплохо отыграл сезон. Совсем чуть-чуть французу не хватило, чтобы стать лучшим в лиге. Там Депай неплохой сезон за Рому выдал. В сумме прошло уже 6 сезонов, 102 забитых мяча, 19 голевых и все еще один трофей. Ну и отправляемся на поиски следующей команды. А ее и не будет. Дальше продолжаем за Ювентус. Здесь уже можно поменять одну из нескольких позиций. Ну и естественно нам нужно вернуть Миретти из Брэнфорда. Максимально усиливаем полузащиту, ведь у него рейтинг 88. Впервые Бензема был номинирован на золотой мяч. Но тем не менее опять он уходит к эрлингу Холланду. Смотрим, что получилось в итоге сезона. Ювентус стал чемпионом. Отрыв 5 очков от второго места. Это первое чемпионство в лиге для Карима Бензема. Кубок Италии тоже забрали в финале. Обыграли Рому 2-0. Что у нас в лиге чемпионов? Первая строчка в группе. 1-8 финала. Сразу вылетели от Байера. 3-1. Ой-ой-ой. И этот Байер дошел до финала, где уступил Интеру. С разгромным счетом 4-0 еще одной итальянской команде. По статистике все вообще выглядит плохо. Родриго стал лучшим в команде с 32 мячами. А Бензема всего 15 забил с таким-то рейтингом. Смотрим, что произошло на чемпионате мира. Как обычно, уверенно берем первое место в группе. 1-8 финала Гана. Тут не встретили никакого сопротивления. Четверть финаля уже было сложнее. Наверное, была вязкая игра против Хорватии. Всего 1-0. Далее у нас полуфинал против испанцев. 2-0. Опять сухая игра. Во втором полуфинале оказалась сильнее Италия. Третье место все-таки заняли испанцы. Ну и в финале встретятся итальянцы и французы. У Италии супер ровный состав. Все примерно одного рейтинга. Но мне кажется, у Франции шансов побольше. Так и получилось. 1-0. Еле-еле. Но все-таки Франция выиграла. На 82-й минуте итальянцы. Распадори не забил свой пенальти. Мог бы сравнивать. И тогда уже неизвестно, что бы получилось. Ну а так Бензима вслед за Евро берет и чемпионат мира. После 7 сезонов на счету Карима Бензима 117 мячей и 24 голевые передачи. В сумме уже 3 трофея. Ну а нам нужно узнать следующую команду для него. И это третий сезон. Впервые он остается так долго в одной команде. Продолжение следует в Ювентусе. Судя по команде, мы наверное заменим левого защитника. Там и возраст подходит. Забираем игрока из Барселоны, обменяв его на нападающего. Ну и состав выглядит достаточно ровненько. Бензима нужно проводить этот сезон намного лучше. Рейтинг 95-24 года. Самое время уничтожать. Его каким-то боком даже номинировали на золотой мяч. Скорее всего это из-за победы в чемпионате мира. Ну а по статистике Родриго-то получший сезон в Ювентусе провел. Как и получилось. Одноклубник забирает этот трофей. Ну а нам нужно посмотреть результаты в Лиге. Ювентус второй год подряд занимает первое место, а Наполи второе. Такое приятное чемпионство. Суперкубок Италии. В полуфинале проиграли Интеру. Зато забрали Кубок страны. Все тот же Наполи не смог забить ни единого мяча. Лига чемпионов. В этот раз вышли со второго места. Очень тяжело было в группе. 1-8 финала. 5-3 обыгран Манчестер Сити. Четверть финалей еле-еле по пенальти обошли Ливерпуль. Пока что везет на английские команды. В полуфинале как же разобрали с Барселоной общий счет 5-0. А во втором полуфинале ПСЖ обыграли Челси. И нам предстоит финал Лиги чемпионов. У парижан достаточно мощная линия нападения. А вот полузащита послабее. Хотя у них последние 5 матчей победы. У Ювентуса то посильнее состав будет. Что в итоге вылилось в победу. 2-1 это Лига чемпионов для Карима Бензема. Да, он в финале как-то не очень отыграл. Альварес сделал дубль. Фото на память с первой Лигой чемпионов. Статистика. Бензема провел этот сезон лучше чем предыдущий. Но тем не менее Родриго забил 41 мяч. Этот бразилец в огне. В Лиге он 36 мячей наколотил за 38 игр. И стал лучшим бомбардиром. Сезон выдающийся для него. Зато в Лиге чемпионов он не так часто отличался. А вот Бензема занял вторую строчку. Сыграно 8 сезонов. Забито 150 мячей. 29 голевых. И 6 трофеев. Нам нужно узнать следующий клуб. Колесо Фортуны опять указывает на Ювентус. Это уже четвертый сезон за них будет. Карим Бензема превращается в легенду Ювентуса. Самая слабая позиция это Пау Торрес. Рейтинг 84. И он еще и падает в нем из-за возраста. Поэтому на его место мы приобретаем Бастони за 100 миллионов евро. Вот теперь составчик выглядит еще лучше. Карим Бензема не останавливается в рейтинге. У него он 98 и будет скорее всего 99. Среди номинантов на золотой мяч аж 3 игрока Ювентуса. Но оно и понятно. Отправляемся на церемонию и это Родриго. Второй год подряд он забирает золотой мяч. Что Ювентус и опять чемпионство третий год подряд. В этот раз уже отрыв гораздо больше. Не было у него соперников. Суперкубок Италии. 3-0 легкая победа над Наполе. Кубки страны абсолютно идентичная ситуация. Тоже 3-0 над Наполе. Далее у нас международные кубки. Первый это суперкубок Уэфа. Какая была заруба Дортмундская Боруссия Ювентус 4-4. И только по пенальти итальянцы смогли взять верх. Что у нас в Лиге Чемпионов? Как так вышло? Да ну группа не сильная. И вы заняли третью строчку. Чемпионом здесь стала Барселона. 3-1 обыграли Шпор. Ну и посмотрим как мы вылетели в Лигу Европы. Здесь еле-еле Валенсию 3-2 прошли. Далее на пути оказался Марсель. Здесь было уже попроще. 4-1. Четверть финал Ювентус-Зальцбург 2-0. В полуфинале попали и на Баварию. Которая как-то раз по-моему нас выбивала в Лиге Чемпионов. Но здесь просто разорвали со счетом 6-0. И у Лиги Европы получится итальянский финал. Где Ювентус в принципе без проблем разобрался со счетом 3-1. Да не Лига Чемпионов. Но хотя бы такой трофей. Статистика. Опять Родриго. Петер Родриго на первом месте. 42 мяча. Никак Бензема не может из его тени выйти. Я уж молчу про Альвареса. У нашего француза 32-7. И рейтинг уже 99. Среди бомбардиров серия А. Родриго опять на первом месте. Посмотрим результаты Евро. Франция уступила первое место Чехии. В четверть финале проиграли Португалии со счетом 3-2. Ну и чемпионство забрала именно эта команда. Получается французы проиграли только победителям. Португалия обладатель этого евро. Девятый сезон позади. На счету 182 мяча и 36 голевых передач. 11 трофеев в копилке. Следующий контракт. И в этот раз он не остается в Ювентусе. Он едет в Испанию, в Барселону. В принципе правильное решение. Надо выходить из тени Родриго, чтобы забирать золотой мяч. Барселона является действующим чемпионом на данный момент. И Карима Бензема встречают как положено. За него вывалили 400 миллионов евро. Нам нужен центральный защитник, который сейчас с рейтингом 80. И на его замену мы берем другого игрока. С рейтингом уже 83. Среди номинантов на золотой мяч все те же лица. И в этот раз странным образом Карим Бензема стал обладателем этого мяча. Стоило ему перейти в Барселону. Хотя вроде как Родриго прошлый-то сезончик провел получше. Ну а что в этом Барселона заняла четвертую строчку. С чемпионства опустилась так низко. И Карим Бензема не то что не помог, а походу ухудшил результат. Зато забрали суперкубок у Мадрида 4-3. И кубок страны у Бетиса 1-0. Барселона как обладатель Лиги Чемпионов прошлого сезона встретилась с Ювентусом, бывшим клубом Карима. Что в Лиге Чемпионов? Барса с первого места выходит из группы. Еле-еле в 1-8 финала проходит ПСЖ. Далее в четвертьфинале встретился Атлетико 4-2. И в полуфинале Бавария. Бавария все-таки оказалась сильнее. Еле-еле 3-2 они выиграли. Ну и финал все-таки остался за Ювентусом. Они побеждают в этой Лиге Чемпионов. Что по статистике, выдающийся сезон для Карима Бензема. Он впервые пробил плашку в 40 забитых мячей. 45 плюс 9. Стоило уйти из Ювентуса, как дела пошли в гору. Сразу же лучший бомбардир Лиги. Юбилейный 10 сезон. Забито 227 мячей. 45 голевых. И 14 трофеев. Ищем следующий контракт. И он остается на второй сезон в Барселоне. Возвращаем, возвращаем Бальде на позицию крайнего защитника. И еще пришлось купить Мендозу. Потому что я прошляпил контракт с предыдущим голкипером, у которого тоже был рейтинг 85. Кстати, левого защитника я тоже прошляпил. Поэтому и пришлось брать Бальде. Поэтому вот так выглядит наш состав на данный момент. Среди претендентов на золотой мяч все те же лица, кроме одного. И в этот раз второй год подряд уже становится обладателем Карим Бензема. Два золотых мяча. В Лиге наконец-то Барселона взяла чемпионство. В этот раз им не было равных. 10 очков отрыв от Реала. Но зато вылетели в суперкубки Испании от Сивилии. В Кубки страны вообще в 1-8 проиграли Атлетико. Надеюсь, в Лиге чемпионов было получше. Первое место в группе. 1-8 финала. Еле-еле Манчестер Юнайтед был обыгран. В четверть финале повезло с соперником Фрайбург был. И их обыграли со счетом 5-2. А вот полуфинал Ювентус. Ювентус 5-2 разгромил Барселону. Походу мы создали монстра, проведя там 4 сезона. И второй год подряд итальянский клуб берет Лигу чемпионов. По статистике Карим Бензема 39 мячей плюс 5 голевых очередной хороший сезон. Второй год подряд лучший бомбардир в Лиге Испании. А Родриго в 13 матчах наколотил 12 мячей в Лиге чемпионов. Как сложился этот чемпионат мира? Какая ровная группа. Франция все-таки смогла занять второе место. 1-8 финала США проиграли с минимальным счетом. Такая же ситуация сложилась и в четверть финале. Аргентина оказалась слабее. Что у нас оказалось в полуфинале? В полуфинале Франция уступила в 3 мяча. И получается матч за третье место с Бельгией. И Франция обладатели бронзы. А Нидерланды забрали финал 2-1. И кстати Карим Бензема стал лучшим бомбардиром чемпионата. 6 мячей в 7 играх. Сезон под номером 11 подошел к концу. 266 забитых мячей и 50 голевых. На счету 15 трофеев. Ищем следующий контракт для нашего француза. И чуть-чуть не докрутил до Барселоны. И он едет в Англию. В Манчестер Сити. Который сейчас тоже является чемпионом. Посмотрим как будут обстоять дела в этом клубе. В первом сезоне в Барселоне он опустил эту команду на четвертую строчку. Сумма трансфера составила 330 миллионов евро. Состав неплохой, но возрастной. Нам нужно заменить левого полузащитника. И сюда мы берем англичанина за 80 миллионов евро. Достаточно неплохой игрок. С трейтингом 86. А Эдерсону уже 40. У него общий 71. Бедняга легенда клуба до последнего здесь. Среди номинантов на золотой мяч у нас тут Эрлинг Холланд. Но тем не менее он достается опять Кариму. Это уже третий подряд. Посмотрим как сложилась ситуация в АПЛ. Первая строчка Манчестер Сити поддерживает свое чемпионство. Супер кубок Англии по пенальти обыграли Челси. А вот в кубке Англии в третьем раунде от Милвола вылетели. От кого? Почему? Зато забрали Карабау Кап 2-1. Обыграли Ливерпуль. В лиге чемпионов вышли с первого места из группы. В одной восьмой финала попался Вилья Реал. Было очень сложно 4-3. В четверть финале можно сказать, что было попроще. 5-2 общий счет против ПСЖ. В этот раз Бавария не смогла выбить клуб Карима Бензема. И Манчестер Сити вновь 5-2 обыграл эту команду. И в финале оказалась Барселона бывший клуб Бензема. По составу все неплохо, как и было раньше. Единственное, что не очень стабильно они выступают за последние пять игр. Посмотрим, удастся ли Сити забрать Лигу чемпионов. Не удалось. Как ни странно, даже Бензема забил в финале. Но это не принесло результата. Барселона забирает этот трофей. Глянем на статистику. Ух, Бензема на 20 мячей больше забил, чем Эрлинг Холланд. 41 плюс 7. Хедерсон еще на минус 5 упал. Это его конец карьеры. 41 год. 66 рейтинг. Француз стал лучшим бомбардиром АПЛ. Влахович играет за Брайтон. Вот это да. В Лиге чемпионов вообще результат отличный. 13 игр, 14 мячей. После 12 сезонов Карим Бензема забил 307 мячей, отдал 57 голевых. И заработал 18 трофеев. Ну а мы отправляемся на поиски следующего контракта. И он остается в Манчестер Сити. Здесь у нас Медина уже рейтингом 80. Все игроки потихоньку падают. Ему 36 лет. На его место берем молодого англичанина из Нанта. У которого рейтинг 85. Среди номинантов на золотой мяч, в принципе, понятно, из каких двух команд тут есть игроки. И он уходит не победителю Лиги чемпионов, а опять Кариму Бензема. Четвертый подряд. Смотрим на статистику. Одного очка не хватило. Одного. Ливерпуль стал чемпионом, а Манчестер Сити занял вторую строчку. Слишком много ничьих допустили. Зато Суперкубок Англии у того же Ливерпуля выиграли со счетом 4-3. В четверть финале. В прошлый раз Милву был сильнее, теперь Нотингему проиграли. Ну и опять утешительный Каравао Кап 3-1. Что у нас в Лиге чемпионов? Со второго места вышли из группы после Монако. И сразу же в одной восьмой отлетаем от Байера. Ну что ты будешь делать, а? В итоге Барселона, получается, второй год подряд забирает Лигу чемпионов. Что у Карима Бензема этот сезон был похуже предыдущих. Всего 32 забитых мяча и 7 голевых. Он даже не стал лучшим бомбардиром в чемпионате Англии. Глянем на очередное Евро. Первое место в группе. В четверть финале была обыграна Швеция 3-1. Полуфинал еще легче. Это Польша 3-0. Ну и финал 2-1 с минимальным преимуществом. Франция забирает этот трофей. Это второе Евро для Карима. Он еще тут и стал лучшим бомбардиром в 6 матчах 5 мячей. 13 сезон закончился. 3-139 мячей забил Бензема и 64 голевых отдал. На счету ровно 20 трофеев. Отправляемся на поиски следующего контракта. И он едет в Германию. Бавария покупает себе этого игрока. У этой команды сейчас все не лучшим образом. Лишь третья строчка. Новенький игрок Баварии. И болельщики надеются, что он приведет эту команду вновь к чемпионству. За него отдали 260 миллионов евро. Цена потихоньку падает. По составу надо поменять правого полузащитника. Он всего 79. И берем Мартина из Вольсбурга на его место. У которого рейтинг 86. У Карима уже не растут почти характеристики. Куда уж больше. Что у нас тут среди номинантов на золотой мяч? У никого из Барселоны. Очень странно. Это уже получается рекорд. Никто же 5 подряд не брал золотых мячей. И Бавария вернула себе лидерство на 2 очка, обойдя Ливеркузен. А вот в Кубке Германии вылетели в четвертьфинале слабенько. Лига чемпионов первое место в группе. 1-8 финала 4-2 обыгран Вильяреал. В четвертьфинале попали соотечественники. Счет минимальный 4-3. Полуфинал тут французы. Монако. Они тоже проиграли Баварии. И финал против Рена. Ну как эта команда здесь оказалась? Состав у нее посредственный. Хотя в последних 5 матчах они идут неплохо. И что в итоге? 2-0. Ну это вообще было ожидаемо. По статистике разнесли эту команду. Баварии в этом году очень повезло с соперниками на стадиях в Лиге Чемпионов. Статистика по игрокам. У Карима Бензема 40 забитых мячей и всего 2 голевые. Он лучший бомбардир в Бундеслиге. Как и в Лиге Чемпионов. 14 сезонов позади. Забито 379 мячей, 66 голевых и 22 трофея. Ну и последний 15 сезон. Где он его проведет? И все в той же Баварии. Кого поменяем? Я думаю Булку. Ему 37 лет он не дотянет этот сезон. И на его место приходит Лео Бек. Голкипер с рейтингом 90. Номинанты на золотой мяч. Че? Ну в смысле ничего. В смысле че? У него рейтинг 81. Он сидит в запасе. Как он попал в номинанты вообще? Никого не было лучше или что? И это очередной золотой мяч у Карима. За счет того, что ну уже нету конкурентов у него. Тут ничего не поделаешь. Отправляемся к результатам в Лиге. В этом году Бавария вообще разогналась. 19 очков отрыв от Дортмунда, который на втором месте. Суперкубок Германии тоже забрали, как и Кубок страны. Суперкубок УЕФА в финале обыграли Арсенал с минимальным счетом 1-0. Глянем на Лигу Чемпионов. Опять вышли с первого места из группы. В 1-8 финала попалась Севилья за Руба на 6-4. В четверть финале было гораздо проще. 5-2 общий счет. Полуфинал Сосуола. Просто их разнесли. 7-2. Ну и финал против Ювентуса. У Ювентуса уже, ой, нападение 75. Там состав полностью упал. Возраст никого не щадит. Посмотрим результат. И все-таки Лига Чемпионов за Баварией. Бензема здесь сделал дубль. Глянем на статистику. Это самый выдающийся сезон у Карима Бензема. 54 игры, 51 забитый мяч и 5 голевых. Хоть он и упал в рейтинге на единичку уже. Конечно, он станет лучшим бомбардиром в Бундеслиге. Как и в Лиге Чемпионов. Здесь вообще без шансов. 13 игр, 16 забитых мячей. Кстати, в Лиге Конференции ПСЖ в финале проиграли. Ну, это просто как факт. Чемпионат мира. Франция закончила на первом месте в группу. В 1-8 финале обыграли поляков. В четвертьфинале достаточно уверенно прошли Марокко 3-0. Полуфинал Италия. Никто с ними не может побороться. Третье место взяли итальянцы. Ну и в финал Франция забирает свой чемпионат мира. 3-1 победа над Германией. Здесь, правда, не Бензема стал лучшим бомбардиром, а Анри. Молодой Анри. Ну и последний золотой мяч. Он тоже уходит к Кариму. Таким образом, у него их 7 штук. Чуть-чуть не дотянул до Месси, но зато у него их 7 подряд. Ну и если бы эта игра дала больше сыграть, то кто знает, смог бы он перегнать его или нет. После 15 сезонов у него 430 забитых мячей. И всего 71 голевая передача. Трофеев набрал 27 штук. Без учета чемпионата мира и евро. В реальной жизни за эти 15 сезонов у него 315 мячей, но вот в голевых он был лучше 161. А по трофеям уступил тут 21. У нас еще и получилось забрать 2 евро и 2 чемпионата мира для Франции. И 7 золотых мячей на секундочку, в отличие от реальной жизни, где у него он один. Ну вот как-то так у нас получилось. Ну а на этом все. Скоро увидимся.